Друзья, всем привет! Скоро 8 марта. Но, к сожалению, мне не удастся здесь отпраздновать этот день так, как я привыкла в России. Потому что отношение к 8 марту в Испании в корне отличается от того, что традиционно есть у нас. Это международный женский день, всё нормально, с названием, но, во-первых, это не красный день календаря. Это день работающей женщины, день женщин, которые борются за свои права, день протестующей женщины. То есть вот такой смысл здесь. Здесь не продают букетиков, всяких мимимишных штучек. Этого здесь нет в этот день. Мужчины не дарят цветы. И такого, как я вспоминаю, когда в России, знаете, в этот день идёшь куда-то. В этот день или накануне, да, перед праздником, когда женщины возвращаются с работы, с букетиками, с какими-то пакетиками, подарками. Здесь этого всего нет. В этот день женщины проводят митинги, протесты. То есть здесь этот день-день женщины, борющиеся за свои права. Вот, конечно, если у вас смешанный брак, и ваш испанский муж уже проникся всеми традициями, конечно же, он сделает вам приятно, и в этот день подарит вам цветы. Но для испанцев этот день вообще не носит такого смысла, как у нас. Но здесь в Испании есть другой праздник, который полностью повторяет наше российское 8 марта. Это день матери. Празднуется он здесь в первое воскресенье мая. И вот в этот день всё как у нас. Магазины продают цветы в магазинах, да. Всякие конфеты, всякие наборчики, всякие подарки, чашечки с надписями. То есть всё-всё-всё, чтобы поздравить женщин с этим днём. Дети в школах, в садиках делают там поделки, открыточки. Ну вот всё как у нас. Только называется этот день матери, и празднуют его здесь в первое воскресенье мая. Вот. Ну, вы спросите вы, ну а если я не мать, да, как бы, что делать? Ну, мне кажется, здесь тоже как-то, ведь мы когда-то 8 марта тоже отмечали, да, мы поздравляли наших мам, бабушек. То есть это был не день девочек и девушек, да, в основном это вот как бы для мам всё было, для наших мам и бабушек. Ну вот здесь примерно то же самое. Это день, день матери здесь, это день женщины-покровительницы домашнего очага. Можно сказать, что каждая женщина там в будущем или в настоящем, да, мать. И, ну и в общем всё такое под этим соусом. Короче говоря, 8 марта здесь, вместо 8 марта здесь день матери в мае. Со всеми подарками, со всеми букетами, со всеми конфетами и так далее. Поэтому, к сожалению, для наших российских женщин, если ваш муж только не наш соотечественник, да, этот день, 8 марта, пройдёт просто и спокойно, без тюльпанчиков. Вот, вот так. Впереди ещё много интересных праздников, необычных, которые не отмечают у нас в России. Я о них обязательно буду рассказывать. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался. Будем вместе. Субтитры сделал DimaTorzok